МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В предыдущих эфирах нашей программы мы говорили о таком понятии, как геополитика, как глобальная политика, но время, как инструмент, как шкала времени, как способ понимания процессов, происходящих в человеческом обществе, в общем-то, рассматривался так попутно, а на самом деле это является важнейшим инструментом оценки и планирования. Ну, например, вы помните, что 22 марта Надежда Савченко была осуждена и получила срок, приговор, 22 года заключения за воинские преступления, совершенные против граждан Российской Федерации. А цифра 22, она имеет не только, вот знаете, такой глобальный оттенок, очень многие люди знают о том, что 22 иерофанта, что это связано с глобальным предиктором, но тем не менее вот эта цифра 22, она еще имеет на шкале времени, знаете, такое ритмическое значение, что если в цикле, вот именно в это время, будут совершаться определенные события, то подразумевая шкалу времени как резонатор, вот именно в этих узловых точках, если события происходят, они вступают в резонанс и они усиливают в результате резонанса те или иные процессы. Это один из способов влияния на человеческое общество. А вот теперь давайте посмотрим на Надежду Савченко и на все, что происходило именно в эту дату. 22 марта 1943 года 118 батальон ОУН УПА, входящий в состав 201 дивизии немецкой, совершил воинское преступление, которое называется Хатынь. Это был геноцид, это было этническое число, это было массовое убийство. Надежда Савченко даже по определению военной прокуратуры Украины является боевиком незаконного воинского формирования, которое занималось корректировкой огня против группы беженцев, мирного населения, среди которых были российские журналисты. И вот это совпадение является не только совпадением случайным, это целеустремленное, сознательное акцентирование внимания всех, кто понимает эту сигнальную систему, о том, что это ответ, это предупреждение, это наказание всех, тех, кто не только замысливал гибель людей, но и планировал в дальнейшем эту гибель людей. И с этой точки зрения вот этот приговор Надежды Савченко, он является не только справедливым, не только, знаете, ну в какой-то степени резонансным. Резонансным не только в том смысле, что все будут его обсуждать, и действительно обсуждение происходит, но резонансным в том смысле, что усилит вот эту составляющую справедливого возмездия против всех людей, которые осуществляют убийство, либо их замысливают. Вообще вот с этой точки зрения цифра 22, она тоже на самом деле знаковая не только в марте, но и в апреле. В апреле, на 22 апреля приходится большой светлый праздник, и вот этот месяц между 22 марта и 22 апреля, он на самом деле будет насыщен большим количеством событий. Эти события будут носить разнонаправленный характер, и вот заведя разговор на эту тему, я хочу обратиться ко всем, ни в коем случае, даже какие бы события не происходили, не впадать в панику, потому что на самом деле вот эти резонаторы, вот эти события, которые готовят, которые оглашают, которые накачивают энергией, они на самом деле призваны использовать человеческое общество как резонатор живущей во времени. То есть события, которые происходят в том или ином контексте, которые влияют на ту или иную ситуацию, они направлены прежде всего на то, чтобы у человеческого общества, живущего в куче, имеющего общее коллективное бессознательное, вызвать, например, страх, вызвать панику, либо вызвать, наоборот, вдохновение, желание достичь каких-то поставленных целей, и так далее, и так далее. И вот эти реперные точки, которые не в пространстве, а по шкале времени имеются в виду обычный человеческий современный календарь, который имеет даты, который имеет часы в датах, который имеет год, месяц и так далее, и так далее. Эти события, происходящие в той или иной части шкалы времени, они направлены на то, чтобы вызвать отклик у резонирующей системы. И вот здесь, на самом деле, человеческое общество и мы, как совокупность думающих существ, имеющих родословную, имеющие представление о добре, справедливости, о правде, мы должны не пассивно воспринимать эти события, а активно вписываться в них и корректировать. Если, например, некоторые люди планируют на определенные даты теракта, то на самом деле существует масса способов, как вписавшись, изменить ход истории и в то же время повлиять на те или иные события. Очень много примеров того, что даже обычная коллективная молитва по соглашению, которая направлена тоже как картинка будущего, атеисты могут в этот вопрос снова не вмешиваться, в том смысле, что говорят, что это все неправда, это все не работает, но люди, которые имеют религиозный опыт, причем неважно в какой конфессии, они прекрасно понимают, что такое сила молитвы, особенно молитвы коллективные, особенно молитвы, обратите внимание, производимой даже в разных частях планеты, но в одно и то же время, это тоже на шкале времени происходит резонатор, резонанс. Люди начинают просить о каких-то конкретных вещах в будущем, причем в будущем не обязательно через 5-10 лет, а даже, например, через месяц к определенной дате. И вот этот вот резонатор, он может на самом деле корректировать другие резонансы, и таким образом происходит управление человеческим обществом, которое действительно живет во времени. Это жизнь человека и жизнь общества имеет колебательный характер, есть приливы и отливы, и влиять на эти приливы и отливы, и влиять на сами события можно при помощи точечных, продуманных действий, которые могут влиять на очень многие вещи. Многие телезрители, я почему завел сегодня этот разговор, многие телезрители задают вопросы, опять же, о войне и мире, о том, что будет в ближайшее время. И вот, знаете, есть у человеческого общества определенная склонность к так называемому фатализму. Ну, то есть, если люди, прочитав где-нибудь в интернете, в газете, на автовокзале, или еще какое-нибудь, знаете, предсказание, кто-то в очередной раз заванговал, кто-то в очередной раз рассказал, что будет вот именно так и не иначе. Люди подпадают под этот поток мыслей и, в общем-то, уже начинают, знаете, вот рассуждать как фаталисты. То есть, а что я могу сделать? Это все, ну, не в нашей воле и так далее, и так далее, при этом забывая о том, что люди, как генераторы мыслей, они могут влиять вообще на всю ноосферу Земли. И от того, насколько позитивными будут мысли, особенно мысли коллективные, от того, насколько целеустремленным будет коллективное бессознательное. Ну, то есть, например, внешняя среда, которая, безусловно, давит, мы, Республика Крым, живущая под санкциями, живущая в определенных достаточно специфических условиях, связанных с блокадами и так далее, и так далее, мы чувствуем на себе давление среды. Очень многие люди жалуются на то, что они, например, не могут свободно, беспрепятственно ездить за рубеж по загранпаспортам. То есть, у нас есть финансовые санкции, связанные с банковским сектором и так далее, и так далее. И, ну, напряжение, связанное с этим, безусловно, у людей есть. Это и есть вот эта реакция на давление среды. Но, тем не менее, даже вопросы, которые были у нас в студии, связанные с тем, задавали телезрители, «А когда закончатся санкции? А наступит ли момент, что Запад нас признает?» и так далее, и так далее. Чувствуете, тоже есть определенный фатализм. То есть, Запад — это некий, ну, незыблемый центр управления, который хочет, признает, хочет, не признает. А мы, люди, находящиеся этажом ниже, должны милостиво либо упрашивать, милостиво не раздражать, милостиво, ну, в смысле, так, снизу вверх просить о чем-то и так далее, и так далее, и ждать соизволения с той стороны, чтобы нас, например, признали. На самом деле человеческое общество управляется немножечко не так. И все на самом деле зависит от характера, от знаний, от умений и от понимания того, в какой момент времени что делать. И самое главное на самом деле заключается в том, что в человеческом обществе, особенно в нашем, на тысячу людей, которые живут каждый день, ходят на работу, воспитывают детей, появилось бы, например, ну, хотя бы на тысячу людей, хотя бы сто людей, которые были бы законодателями мод, и несмотря на законодателями мыслей, законодателями направления мыслей. И тогда, несмотря на то, какое бы ни было давление среды, что бы ни происходило вокруг, вот эти люди, реперные точки внутри общества, которые знают, понимают, умеют и умеют нарисовать картинку будущего. Вот такая система жизни общества, она может создать ситуацию, при которой, что бы ни случилось вовне, а вот это общество, свое ментальное поле, свои мысли, отсутствие паники, общий позитивный настрой, воспитание детей в правильном духе, причем воспитание детей именно в том контексте, что, что бы ни происходило там, за пределами этого общества, дети будут понимать старших, они будут участвовать в построении этого позитивного поля, в котором находятся наши головы. И тогда общество резко повышает свою, знаете, вот иммунную систему, резко повышается выживаемость, резко повышается сопротивляемость любым ментальным инфекциям. Фактически наша программа «Информационная война», которая в марте месяца исполнилась ровно два года, мы занимаемся вот таким, знаете, ну, прививанием, прививками против ментальных вирусов, против ментальных инфекций. Мы все с вами помним, какие были напряжения там в тот же 2014 год, что будет, что не будет. Очень многие крымчане, наблюдая еще вот после 22-23 февраля, очень многие даже думали, что если Украина вот ляжет под хунту, то надо будет убежать, то надо будет как-то перебазироваться куда-то в Россию и так далее, и так далее. Вот это и есть ментальный вирус, когда в средствах массовой информации, в разговорах на кухне вбрасывается достаточно ядовитая мысль, которая есть управляющий инструмент для того, чтобы побудить людей, живших до сих пор вот так, изменить резко образ жизни и, например, изменить ситуацию по управляемости региона. И вот наша программа за два года, мы занимаемся тем, что делаем небольшие такие точечные прививки для того, чтобы компенсировать вот эти вирусы ментальные, для того, чтобы направить общий ход жизни общества по направлению того, чтобы все более-менее понимали основные принципы управления общества, все более-менее понимали общие расклады и инерционность управления общества, когда вот этими точечными воздействиями, которые ни в коем случае не являются революционными, а только направляющими, можно направить движение развития общества в такое направление, что без катаклизмов, без крови, без, ну я не знаю, резких каких-то перемен, мы сможем вот так вот точечно, чуть-чуть руль поднаправить, мы сможем повлиять и на, например, воспитание подрастающего поколения, которое у нас инерционно находится под влиянием на протяжении последних 25 лет, под влиянием западных фильмов, западной культуры, западной экспансии. То есть парадоксальная ситуация. Смотрите, когда разрушился Советский Союз и началась вот эта видеоэкспансия, когда начались видеокассеты и так далее, очень мало людей задумываются над тем, что именно вот этот контент внес колоссальное изменение в образ жизни людей, живших на территории бывшего Советского Союза. Это связано с разными вещами. Это связано с переходом на другой экономический уклад. Когда, например, люди с высшими образованиями, которые проектировали космические корабли, вышли на рынок, начали торговать сникерсами. Это все слом достаточно революционный, и он требовал определенной информационной поддержки. И вот привычка смотреть западные фильмы, привычка, а эти западные фильмы повлияли не только на экономический уклад, даже повлияли на, я не знаю, на сексуальную жизнь, вот этот разгул порнографии, повлияло на взаимоотношения между полами, повлияло на устойчивость института семьи, потому что фильмы, которые пришли оттуда, они на самом деле никогда не проповедовали, например, устойчивую, красивую, правильную семью, когда окружающие люди смотрят на эти отношения и говорят, так не бывает, и при этом хочется подражать. Вот таких образцов с той стороны нет. И получается, что традиционно, с видеокассет 90-е годы, в 2000-е годы у нас происходит определенная ментальная вирусная экспансия, которая направлена на то, для того, чтобы вот этими ядовитыми уколами в сознание, в мозг людей, и индивидуально, и коллективно создать ситуацию, при которой семья неустойчива, рождаемость падает, знаний, дети получают знаний меньше, причем уровень квалификации тоже падает, дети даже читать иногда не умеют по приходу там в первые, начальные классы, а, собственно говоря, знание чтения, оно и не прибавляется, да, собственно говоря, и уклад современной жизни, он такой, что сейчас практикуется написание до 140 знаков, как в Твиттере, а большие тексты и даже читать лень. Люди переходят на язык картинок, роликов и так далее, и так далее, меняется психотип ребенка, причем ребенка, начиная там с 6-7-летнего возраста, вот когда они приобщаются к гаджетам, и меняется психотип взрослых, которые вот в этой суете происходит вот такое ментальное переформатирование и привитие другой культуры. И получается, что кроме общеполитической шкалы времени, когда мы с вами точно понимаем, что происходит 22 марта, с чем это связано, какие это имеет смыслы, что может произойти 22 апреля, и так далее, и так далее, мы с вами можем, если задуматься об этом, мы с вами можем проектировать, мы можем прогнозировать и строить нашу шкалу времени, во время которой мы можем, например, задавать определенные реперные точки, производить определенные события. Это могут быть наши идеологические противники, которые форматируют таким вот образом шкалу времени, они в эти реперные точки вставляют кровь, разбой, теракты, падение самолетов, и так далее, и так далее. А мы можем со своей стороны создавать другой информационный фон, другие эмоциональные импульсы, связанные с конференциями, с победами, с успехами наших детей, с выходом фильмов, с выходом новых средств массовой информации, с передачей опыта, опыта взрослых, которые, например, достигают определенных успехов в воспитании детей, в это достаточно напряженное информационное время, когда мы с вами, парадоксально, мы с вами индивидуально с детьми можем говорить о чем угодно, мы можем на уроках рассказывать о патриотизме, о любви к родине, об истории родины. И эти занятия, они в сутках происходят, ну, пару раз, пару-тройку раз в неделю, по часу, по 45 минут, а в принципе все остальное время информационное наполнение коллективного бессознательного, целевой аудитории детей, например, в возрасте от 9 до 15 лет, оно заполнено совершенно другими ценностями. Мы же с вами не следим за тем, на какие страницы дети ходят в интернете, какую порнографию они смотрят, какие они фильмы смотрят, какие ужастики смотрят и так далее, и так далее. И там получается влияние по времени, по шкале времени на сознание детей совершенно не три раза по 45 минут в неделю, а так скажем, часов так по 48, по 50 в неделю, и это на самом деле является проблемой. То есть шкала времени недельная, суточная, месячная, годичная, 12-годичная, 24-годичная, я имею в виду первые два цикла взросления родившихся детей. Вот это поле, на котором нам с вами, взрослым, нужно подумать, как мы можем на нем играть. Потому что если мы останемся пассивными в этом направлении, будем думать о геополитике, будем воспринимать новости из новостной ленты, неважно, телеканалов или интернет-ресурсов, или газет, журналов, мы с вами можем, ну, как бы вписаться непосредственно в резонаторы, делаемые агрессивной средой, и совершенно не создавать своих резонаторов, которые бы ставили реперные точки, связанные с вопросами добра и зла, связанные с вопросами построения правильной семьи, связанные с вопросами, например, воспитания мальчиков, воинов, не только, знаете, физически накачанных, которые ходят в спортзалы и смотрят на себя в зеркало, насколько они красивые, ну, и занимаются мужским тщеславием, которое на самом деле к войну не имеет никакого отношения. А люди, которые хорошо накачаны, например, в бою делают шаг назад и начинают рассматривать шнурки на ботинках, чтобы, не дай бог, не ввязаться в драку. То есть есть масса вещей, о которых нужно говорить, нужно восполнять отсутствие мужчин в семье, нужно восполнять отсутствие мужчин в школьном процессе, а там мужчин действительно мало. И нужно создавать вот эти реперные точки, нужно создавать события, которые привязывать к правильным дням. К правильным дням во всех смыслах. Правильные дни по Луне, правильные дни по Солнцу, правильные дни по дням недели, по началу месяца. Кстати, вот с 1 апреля, буквально послезавтра, хорошее время для начала таких проектов, хорошее время для презентации, хорошее время для продумывания и анонсирования событий, связанных с окончанием учебного года, связанных с тем, что мы будем делать с детьми летом, какие мы будем не только, знаете, оздоровительные программы «Солнце, воздух и вода», но и что мы будем делать с детьми летом, ну, например, с точки зрения образования, с точки зрения изучения истории, с точки зрения обмена технологиями и обучения детей даже банальным способом зарабатывания денег в летний период. Наши дети, они помимо того, что живут, ну, в силу возраста и в силу законодательства, они живут на балансе родителей, они до 17-18 лет не имеют, как правило, опыта зарабатывания собственных денег. А это событие, первое, оно настолько влияет на судьбу, оно настолько форматирует, как резонатор, жизнь любого мальчика или любой девочки, что такие события тоже стоит запланировать. И буквально начать это с 1 апреля 2016 года, поскольку начало, единичка, это все очень хорошо, это начало нового цикла. И я предлагаю вот сегодняшний эфир посвятить тому, чтобы подумать всем людям, особенно тем, которым 35+, особенно тем, которым за 40, люди, которые прожили какую-то большую часть жизни, которые уже могут, например, сесть в спокойном состоянии, вспомнить свою жизнь и личную, и семейную, и в воспитании детей, сделать определенные выводы и начать между собой общаться. Начать общаться, потому что вот эта разрозненность, атомизация людей, атомизация семей, когда нету перекрестного движения информации, нет совместного целеполагания, когда не, знаете, даже просто не производятся совещания, связанные с тем, чтобы вдохновить, нарисовать картинку будущего, поставить цель и дать инструменты его достижения. Причем речь в данном случае даже не о материальных инструментах, то есть заправить машину, там накормить, скажем, если идти в поход, это мы можем все сделать и сами. Самое главное, придумать программу построения событий, управляющих событий, которые могут быть не только конференции, презентации, это может быть и коллективная молитва в определенное время, связанная с тем, чтобы не допустить, например, кровопролития ни у нас, ни у соседей. Это могут быть другие события, но такую работу, это душевная и скорее даже всего духовная работа, а люди, которые, вот, знаете, на тысячу до ста, которые могут быть спикерами, инициаторами, которые могут между собой договориться о том, что мы делаем сегодня, завтра, послезавтра, эти люди на вес золота. Те народы, у которых таких спикеров более ста, они проявляют чудеса выживаемости, чудеса, знаете, иммунитета к любому давлению среды. И поскольку мы сейчас с вами живем в колоссальное время перемен, а вот этот месяц с 22 марта по 22 апреля, у нас традиционная весна, это начало как не бомбардировок Ливии, так атаки на Сирию, у нас это время всегда связано с гибелью там каких-то тиранов, вождей, вождей народов и так далее, и так далее. Вот с марта месяца это все происходит. То весна, это традиционное время перемен, время катаклизмов, и включить наш иммунитет сознательно, и привязать к датам противодействующее, компенсирующее событие, которое мы с вами запланируем, согласно нашей картинке будущего, это и есть достойная задача для всех людей, которые прожили 35-40 лет жизни и которые думают уже не только о хлебе насущном, сиюминутном, ну, например, выторг на рынке там со среды на воскресенье, или, например, финансовая отчетность за квартал, но еще и думать, что будет через 5, через 10 лет, а 5-летние и 10-летние циклы, они строятся вот именно от ежедневной, небольшой такой точечной работы, ежемесячной работы, и самое главное, очень хорошо, если эта работа будет коллективная. Если мы с вами начнем сообща заниматься планированием, не будем с вами генерировать, знаете, отрицательных мыслей, давайте вот этих снимек, этих поставим, это называется дилетантизм управленческий. Мы можем с вами управлять общественными процессами, все телезрители, все граждане Российской Федерации, если мы только будем следить за чистотой мыслей, ни в коем случае не будем впадать в панику, будем находить людей сильных слева и справа, которые понимают и разделяют эти цели, и не обязательно делать ритуальную молитву, знаете, такую показную, показывать, что мы вот делаем такую работу, даже разговоры, даже совместные обсуждения, это тоже часть молитвы, это тоже ментальное построение, мы в информационное поле даем больше позитива, мы даем большего планирования, мы оглашаем, что мы хотим, а потом начинаем работать и накачивать энергией этот проект. То есть счастливые дети к 23-24 годам, которые, например, закончили школу и вуз, это проект, который требует колоссального труда, причем душевного, там не столько даже денег надо валить, хотя денег тоже надо, но создать картинку, что вы хотите видеть из своих детей к 20-24 годам, это проект, который требует колоссальных душевных усилий. И наша программа, занимающаяся иммунитетом, занимающаяся прививками против всяких ментальных вирусов, паники, страха, непонимания, неуверенности, опускания рук, в общем-то, предлагает всем подумать над тем, как мы можем структурироваться, найти этих 100 из 1000 и, в общем-то, начать программировать будущее светлое, позитивное, в котором наши дети и внуки смогут построить государство намного более сильное, правильное и справедливое, чем мы с вами, а нам есть с вами в чем себя пенять за последние 25 лет. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok